МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Круг новостей неделя. Только самые интересные события и темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Татьяна Захарян. Сегодня в нашей программе вы увидите. В Одессе задержаны члены диверсионной группы, которая планировала ряд громких террористических актов и заказных убийств. Ожидаемое представление новым прокурором области стал Давид Сакварелидзе. За власть самые удивительные анархисты в мире – одесские анархисты. В Одессе пойманы члены диверсионной группы, которая планировала ряд громких террористических актов и заказных убийств. Сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области была проведена операция, в результате которой задержаны 6 человек, входивших в состав диверсионного формирования. В ходе оперативно-следственных действий удалось выяснить, что готовилось покушение на активиста Евромайдана Сергея Гуцелюка. Сотрудники службы безопасности Украины задержали в Одесской области членов диверсионной группы, которая планировала ряд громких террористических актов и заказных убийств. Как говорится в распространенном пресс-службе ведомства заявлений по заданию кураторов из ГРУ, Генштаба России, члены группы собирались, в частности, осуществить взрывы в местах дислокации правоохранителей на военных объектах, волонтерских и общественных проукраинских организаций. Группу сформировал бывший сотрудник российской спецслужбы, который находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Первой ее задачей была физическая ликвидация лидера Одесского Евромайдана Сергея Гуцелюка, а непосредственными исполнителями преступления должны были выступить члены одной из районных ячейк Одесской областной организации Коммунистической партии Украины. Было предложено провести акцию в виде ликвидации общественного деятеля Гуцелюка. Осуществить данное мероприятие должна была коммунистическая ячейка. Также одним из условий, которые должно было состояться мероприятие, должна была проводиться фото- или видеосъемка по возможности. Активист должен был быть устранен на маршруте движения к дому в районе поселка Корсунцы путем осуществления засады с помощью коктейлей молотова и металлических прутей. Мы связались с Сергеем Гуцелюком, который в телефонном режиме подтвердил факт организованного на него покушения. Впрочем, как говорит сам Гуцелюк, на его политическую активность произошедшее никак не повлияет. Напомним, это уже не первая попытка физического воздействия на активиста. Так, в сентябре 2010 года, тоже накануне местных выборов, в результате поджога сгорел автомобиль активиста. Также была предотвращена попытка поджечь дом Сергея Гуцелюка. Сам Евромайданевис связывал это со своими выступлениями против известного своими сепаратистскими взглядами Игоря Маркова. На этот раз погибнуть мог не только Сергей, но и его близкий, которые в момент совершения преступления тоже могли находиться в автомобиле. Сейчас задержанные дают показания о непосредственном участии и распределении ролей в реализации преступного замысла. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 14 «Приготовление к преступлению» и части 1 статьи 258 «Террористический акт Уголовного кодекса Украины». Ожидаемое представление. Новым прокурором Одесской области стал Давид Сакврылидзе. Он будет совмещать этот пост с работой заместителем генерального прокурора Украины. В ближайших планах – увольнение всех заместителей. Та же судьба постигнет и районных прокуроров. Об этом заявил Михаил Саквашвили, в чьей команде Сакврылидзе работал не один год. Давид Сакврылидзе получил также специальные полномочия по расследованию коррупционных дел по всей Украине. Планируют совмещать две должности. Разделить мое рабочее время на две части. Я оставляю за собой полномочия и рабочий кабинет в Киеве, в генеральной прокуратуре. Будем работать и на выходных, будем работать, распределяя время и в Одессе, и в генеральной прокуратуре, чтобы процесс не останавливаться. Зарплатой своей новый прокурор недоволен. Он уверен, необходимо оптимизировать структуру ведомства. А за счет увольнения более двух с половиной тысяч прокуроров поднять зарплаты оставшимся. У губернатора Михаила Сакашвили грандиозные планы в связи с назначением его старого соратника. Наша цель – поймать крупные рыбы и хорошо зажарить. Высокопоставленных лиц, которые отвечают за свои преступления. Никогда этого в Украине не было. Пора уже народу Украины попробовать и это блюдо. По словам Давида Сакварлидзе, с основными проблемами области он знаком. Главное считает, безусловно, коррупцию. Бороться с ней необходимо и в Киеве, и на местах. Идет очень системная и масштабная реформа прокуратуры. Она, конечно же, касается Одесской области. Доведем ее до конца первой волны в декабре. А в декабре месяце уже приступим к реорганизации региональных прокуратур. Михаил Саакашвили подчеркнул, что необходимо уволить всех районных прокуроров. Давид Сакварлидзе добавил, что без работы останутся, скорее всего, и городские прокуроры, и их заместители. В Одессе задержали нескольких наркоторговцев. Причем ими оказались высокопоставленные сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Глава Одесской областной милиции Георгий Лорд Кипанидзе заявил, что все руководство управления будет уволено и направлено на переаттестацию. В Одесской области арестованы четверо высокопоставленных правоохранителей из управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники УГНОН похитили двух студентов вуза, после чего требовали и получили за них 15 тысяч долларов США от их родителей за освобождение и непривлечение к уголовной ответственности. Кроме того, в авто одного из задержанных нашли расфасованные пакеты с наркотиками и деньги в сумме 2100 долларов и 500 долларов США. Глава областного МВД Георгий Лорд Кипанидзе заявил, что будет ходатайствовать о выводе за штат всех сотрудников УГНОН и отправке тех на переаттестацию в полном составе. На данный момент оборотни в погонах задержаны и помещены в изолятор временного содержания открыто уголовное производство по статье 307 «Сбыт наркотических веществ». А также решаются вопросы в открытии уголовных производств по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Принятие предложения или получение правомирной выгоды должностным лицом». У них был свой человек в городе, который продавал наркотики. После продажи наркотиков этот человек давал этим сотрудникам информацию. После этого эти сотрудники лишили свободу, держали машину рядом с зданием дно, пригласили их родителей, говорили, что если не будут они платить деньги в количестве 15 тысяч долларов, их ребята оказываются в тюрьме. После этого было проведено мероприятие вместе с следствием и прокуратурой, и эти сотрудники были задержаны. После задержания и при обеске их машины были изъяты наркотические вещества. В данный момент эти сотрудники задержаны в помещении в СИЗО. Ну и принято решение, и я буду хододействовать перед министром о выведении всех сотрудников бно на 100% о выведении за штатом. По становлению Одесского горизбиркома 12 сентября сформирован состав районных избирательных комиссий в нашем городе на местные выборы. Всего созданы 4 комиссии по числу районов в Одессе. Что за комиссия? Создатель! Так и хочется классически воскликнуть, глядя на состав этих самых районно-избирательных комиссиантов. Итак, по порядку, кто же, кто же эти люди? И партии, кому дано избирательное право подсчитывать наши с вами электоральные голоса. Согласно законодательству, половина состава комиссии укомплектована представителями местных организаций политических партий, у которых есть парламентские фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность», Всеукраинское объединение «Батькивщина», Народный фронт, Оппозиционный блок, Объединение «Самопомощь», Радикальная партия Олега Ляшко. Вторую половину состава комиссии сформировали путем жеребьевки, в которой участвовали местные организации других политических партий. И здесь начинается удивительное. То есть многие удивятся, когда узнают, что есть у нас в Одессе партия, например, наша земля. Именно представитель нашей земельной ячейки стал председателем комиссии Суворовского района. Той самой, которую еще пару лет назад возглавлял ныне глава избиркома Игорь Чижевский. И так, что мы знаем об этой широко известной в узких кругах политической силе. Собственно, ничего, кроме того, что создана она с единой целью раздать всю землю крестьянам, в смысле фермерам. То есть, видимо, предполагается, что близкая к сельскохозяйственным проблемам партия будет настолько популярна среди горожан, что, считайте, голоса на нашей земле доверили именно этой силе. Еще одна популярная среди определенных слоев населения партия – пенсионеров Украины. Секретарем комиссии Приморского района стала представительница этой возрастной партии. В Малиновском районе, как бы для конкуренции, заместителем главы комиссии стала представительница уже молодежной партии Украины. Не хватает, пожалуй, лишь детской партии до партии тех, кому за 30. Ну, глядишь, к следующим выборам придумают. Но, пожалуй, самая удивительная комиссия подобралась в Киевском районе. Там секретарем представитель вынырнувший из небытия партии «Зеленых», а главой – член пиратской партии Украины. Да, оказывается, есть и такая партия. А почему бы и нет? Почему бы политическим корсарам не создать свою политическую силу? Тем более, что глава районной комиссии только сейчас представляет пиратов Украины. А раньше, как сообщает интернет-издание «Рупор Одессы», он возглавлял управление внутренней политики горсовета и неплохо разбирается в вопросах подготовки организации выборов, поскольку работал еще с Русланом Бадыланом, человеком, хорошо знающим, как надо совмещать право голоса с обязанностями чиновника мэрии. Милиция до сих пор не может разыскать неизвестного человека, препятствовавшего журналистской деятельности нашей съемочной группы в январе этого года. Человека, которого сами журналисты уже давно опознали в новом главе городской избирательной комиссии Игоре Чижевском. 12 сентября Георгий Лорд Кипанидзе дал нам обещание во всем разобраться. Что изменилось за прошедшую неделю и изменилось ли вообще в нашем сюжете. Итак, с момента встречи с Георгием Лорд Кипанидзе прошла неделя. Разумеется, нам очень хотелось узнать, что за эту самую неделю удалось сделать нашим доблестным правоохранителям. Ровным счетом, ничего. Хотя это ничего говорит уже о многом. Итак, по порядку. Напомним, речь идет о случае, произошедшем еще 17-го, повторяем, 17-го января, когда журналистской деятельности нашей съемочной группы препятствовал неизвестный человек и не просто препятствовал. На некоторое время ему удалось завладеть даже нашим имуществом – аккумулятором видеокамеры, без которого дальнейшая съемка была невозможной. Человек этот усердствовал не просто так. В банкетном доме «Ренессанс» в это время отмечал свой полувековой юбилей сам городской голова Геннадий Труханов. Разумеется, в тот же день нами было написано и подано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Хотелось бы сказать, что вот тут-то и началось, но не началось ровным счетом ничего. Ничего на протяжении почти восьми месяцев не сделано в деле поиска нападавшего. Парочка вялых опросов следователям журналистов – вот, собственно, и все. И даже когда это самое неизвестное лицо обрело не только лицо, но и вполне конкретную фамилию и даже должность нового главы избиркома Игоря Чижевского, с мертвой точки не сдвинулось ничего. Телекомпания «Круг» вынуждена была обратиться в Киевский райотдел милиции с заявлением о замене следователя. С заявлением для замены следователя, следователя Брэнса, в связи с тем, что она за шесть месяцев, после того, как ей передали материалы уголовного производства, фактически не сделала ни одного следственного действия. Так они и пролежали. Как мне объяснили, вроде как бы она кого-то допрашивала, но кого ничего объяснить не могут, потому что дело находится у нее. И дело здесь даже не в том, что человек не выполняет возложенных на него функций и обязанностей. Дело в том, что найти в кавычках «милиция» не может не просто какого-то наделенного силой и ненаделенного умом бугая охранника Вышибалу, поигравшего мускулами перед камерой. Дело здесь намного серьезнее. Ведь тот человек, который препятствовал журналистской деятельности, который не давал снимать сюжет, свято оберегая покой хозяина, назначен самым главным счетоводом голосов избирателей. И если он покусился на чужое имущество и свободу слова, то, согласитесь, даже как-то глупо ожидать, что считание электоральных голосов на этот раз пройдет честно, и результаты не будут вновь сфальсифицированы. Почему же милиция бездействует? Почему следователи идут даже на откровенный обман? В телефонном режиме следователь заявил юристам. Она сейчас в отпуске, и наше дело передано другому. На этой неделе она мне сказала, что она находится сейчас в отпуске. Я ей объяснил, по кому я вопросу звонил. Она сказала, что в действительности у нее было такое дело в производстве. На данный момент она ушла в отпуск. Своё дело она передала другому следователю. Назвала фамилию. Но по этой фамилии, когда я выяснял, в Киевском райотделе, если такой следователь, сказали, что этот человек вообще следователь не работает. Я после этого с этим человеком общался. Фамилия этой женщины Хасанова. Она сказала, что она просто истребовала материалы для вложения туда почтовой корреспонденции. Она работник канцелярии? Она просто работник. Так как я понял, она работник канцелярии. И как в таком случае рассчитывать на то, что следствие будет проведено непредвзято? Складывается впечатление, что милиция служит не закону, а непосредственно городскому голове. Потому что только ему выгодно нахождение на посту главы гороизбиркома своего человека. Как бы по квоте радикальной партии Лешко. Почему так получилось? Тоже неплохо бы разобраться. Примерно так, как сейчас правоохранители разбираются с другими представителями партии Лешка, оказавшимися замешанными в коррупционных скандалах. С УВД области, как я понимаю, от лордки понизок, пришло распоряжение с указаниями действий, которые должен исполнить следователь. Но к самому уголовному делу, уголовному производству я никак не могу добраться, чтобы посмотреть, что там именно сделано и какие распоряжения пришли с УВД. Разобраться не может, потому что дело у следователя Брынзы, а следователь Брынза в отпуске и далее по кругу. И пока существует этот круговорот, круговой поруки во власти, слова «их ищет милиция» могут звучать лишь со знаком вопроса. Самые удивительные анархисты в мире. Одесские анархисты выступают не против власти как таковой или конкретных ее представителей. Наши последователи Махно не устраивают пикеты у мэрии против продажи Аркадии, застройки высотками центра города или создания полулегальных частных армий. Вместо этого они проводят полушутовской полубалаганный митинг. Атмосфера здесь соответствующая. В самом центре, на Екатерининской, собрались около 70 маргиналов. Иначе их и не назвать. Уже утром далеко не все трезвы. С черными флагами анархистов и смутным представлением о цели собрания. Удивительно, но когда в Одессе проходили массовые акции протеста, на Лонжероне и в Аркадии против застройки побережья, в центре против высоток в исторической части города, этих удивительных анархистов не было. Когда одесситы устраивали митинги у мэрии против поднятия тарифов, создания незаконных частных армий, передачи городской собственности, в частности КП «Горсвет», приближенным к власти, удивительных анархистов не было. Особенность одесских анархистов в том, что они за власть. Власть – это меньше года и в тяжелых условиях. Вопрос о том, почему же анархисты не борются с властью, как это им и положено, застал лидера организации буквально врасплох. Мы тоже намерены в этой кампании выступать и против Труханова в том числе. Мы найдем определенные темы, я вам сейчас не готов сказать, мы просто как бы раскроем свои карты. Еще более удивительно, что объект критики анархистов – не действующая власть, обладающая админресурсом и пилищая бюджет. Не чиновники и депутаты, наделенные реальными полномочиями. Главная проблема недоанархистов – то, что Эдуард Гуровец планирует баллотироваться в мэры. Чтобы сообщить об этом, они пришли под стены его общественной приемной. Требуют, чтобы политик ушел на пенсию. Жизнь на пенсии прекрасна! Жизнь на пенсии прекрасна! Жизнь на пенсии прекрасна! Уже буквально в двух шагах от лидера участники акции так и не смогли толком объяснить, зачем пришли. Как это обычно и бывает на проплаченных митингах. Не на камеру протестующие жаловались. За массовку пообещали им даже не по 100, по 80 гривен. Видимо, дошли уже рядовые анархисты до ручки. Добрый день! Скажите, зачем сегодня? Для смысла. Ну, то есть, объясните. Нет вопросов. Вопросы все в начальство. Зачем вы пришли сегодня? Без комментариев. Анархист без комментариев. А вот у одессидов комментарии нашлись. Это глупая трата времени. Делать нечего людям, другое дело. Спасибо. Как вам проведение такой акции прямо по соседству с вами? Я за Гурвица. О том, кто стоит за акцией анархистов, можно судить и потому, что освещали это событие, кроме нашей телекомпании, только представители промерских СМИ. Последний раз такая публичная активность проявлялась анархистами аккурат перед прошлыми выборами. Тогда они также выступали против Эдуарда Гурвица. И явно испытывали кризис жанра. Три, четыре. За прошедший год ни одного пикета против преступлений действующей городской власти. Ни единого слова критики в адрес Геннадия Труханова и его команды. Вот такие они, одесские анархисты. За власть. Мы продолжаем программу Круг новостей неделя. Далее вы увидите. Тушите свет. Уличное освещение передают в концессию. Ликвидировать коррумпированное управление торговли Горсовета требует всеукраинское инициативное общественное движение Свидоми. Новый детский сад открыла на поселке Котовского компания Интострой. Прямо напротив преображаемого Куликова поля находится воображаемая дорога. Тушите свет. Уличное освещение Одессы передают в концессию. Целостный имущественный комплекс еще одного коммунального предприятия окажется в частных руках. Решение отдать в пользование коммунальное предприятие Одессгорсвет приняли депутаты городского совета на последней сессии. Чем это может обернуться для Одессы, выясняла Алия Замчинская. Депутаты, которые уже месяц не могут внести в повестку дня вопрос о признании России страной агрессором, в вопросах передачи прав пользования собственностью громады, оказались удивительно единодушными. За 67 против 0 воздержалось, но решение принято. Последняя сессия горсовета едва ли не большей своей частью была посвящена именно вопросам городской собственности. Точнее тому, чтобы городской она уже более не была. Объяснения этому, как всегда, самые благородные. Мы хотим просто, чтобы на улицах нашего города был свет и наши жители, в том числе и на окраинах нашего города, когда дети выходят в школу еще темно и возвращаются, когда уже темно, чтобы они шли по освященным улицам. Как будто год или два назад эти самые дети не ходили в школу по темным улицам. Почему же вопрос этот возник именно сейчас, аккурат перед выборами? Кажется, мэр и депутаты городского совета просто стараются успеть и счастливить одесситов, пока наделены полномочиями. Распродается и отдается в частные руки все, что еще осталось. Выбирает концессию только с одной целью. Кто-то делает себе хороший бизнес на многие-многие годы. Это только с этим связано. В 2010 году Одессу признали самым освященным городом Украины. За пять лет ситуация в этой сфере заметно ухудшилась. Безусловно, наружное освещение нуждается в срочной модернизации. Средства на это нужны значительные. Однако есть большие сомнения, что частное лицо, которое возьмет КП в концессию, займется этим благородным делом. Мы же понимаем, что за этим будет стоять. За этим будут стоять те люди, которые делают себе бизнес за счет бюджета города. То есть ничего не делая, люди будут получать уверенно, ежемесячно оплату за то, что в данном случае получало бы коммунальное предприятие. Смысл какой? По словам Валерия Матковского, нецелесообразно уменьшать число коммунальных предприятий, обслуживающих городскую собственность. Он уверен, их наоборот должно быть больше, чтобы бюджетные деньги не уходили в карман частника. Однако и нынешний мэр, и его большинство доверяя делам, уверенно идут в ином направлении, передав очередной объект собственности громады, то есть каждого одессита, на откуп неизвестному пока инвестору. Городская власть поддерживает коррумпированную систему организации торговли. Занимается этим управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Нарушаются и права владельцев автомобилей. У них пытаются отобрать стационарные стоянки. Обвинения в адрес чиновников выдвинули активисты Одесской организации инициативного общественного объединения «Свидоми». Общественное движение «Свидоми» образовало из своих членов параллельные комиссии, аналогичные депутатским комиссиям Горсовета, своего рода теневой оппозиционный кабинет. Комиссия проводится не реже раза в квартал и созывается по мере надобности, но не реже одного раза в квартал. Некоторые комиссии в этом году не созывались вообще. Вопрос, зачем они нужны, как они работают. Вы знаете, когда я пришла в Горсовет с таким вопросом, мне ответили, что... А что вы от нас хотите? Комиссии могут собираться в кафе, и мы об этом можем даже не знать. Самым коррумпированным общественники считают управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Оно должно содействовать бизнесу. На деле получается наоборот. Управление торговли на самом деле в задачах и функциях заложено, что они должны сприять развитию всех форм торговли. Расскажите, пожалуйста, в отчете говорится о снесенных мафах, о разрушенных лотках и так далее. В чем усприяние развитию торговли? Часто сносятся неугодные на его месте, рождаются в три раза, это как змей действительно, просто неугодные, неуплотившие. Убираются на этом месте очень часто, вы видите, на сегодняшний день рождается ролетный ряд и так далее. По официальному отчету в течение прошлого года город собрал за аренду твердого покрытия 7,5 миллионов гривен. У общественников эти данные вызывают сомнения. Только временных сооружений киосков в Одессе по скромным подсчетам 5 тысяч. 7,5 миллионов в год, это значит разделить на 12 месяцев, да на 5 тысяч мафов. Так это значит в каждой платежке для предпринимателя цифра должна стоять в районе 125 гривен в месяц. Товарищи предприниматели, поднимите свои платежки за оплату твердого покрытия. У кого-то есть цифра в районе 100 гривен, значит, что вы понимали, это за самый маленький киоск, это в районе 500 гривен и пошли дальше. Сегодня местная власть заставляет мелких предпринимателей переоформлять договоры аренды твердого покрытия каждый год. Это время и деньги, а по сути кормушка для взяточников. Такая система не позволяет малому бизнесу встать на ноги. Общественники считают необходимым заключать договор один раз и разрывать его только в случае нарушения. В качестве радикальной меры движение Сведоми предлагает вместо 53 сотрудников управления торговли оставить нескольких специалистов, занимающихся реальным делом под контролем общественности. Протесты одесситов вызывает позиция городских чиновников по вопросу оплаты стационарных автомобильных стоянок в спальных районах. Люди не знают, за что с них берут деньги. По данным Одесс-транспортсервиса, в год собирается 12 миллионов гривен со стоянок, то есть в месяц 1 миллион гривен. Если посмотреть, насколько завышена бонплата, допустим, 130 гривен, в нашем случае 200 гривен – это еще относительно небольшая сумма, потому что по городу бывает 300-400 гривен в месяц. Я написал обращение нашему оператору с просьбой обосновать обонплату. Пишут, что до экономического угронтования цены за парковые месяцы, то мы, как операторы, не заповязаны давать вам такую информацию, тому, как данному выпаду регулируется договором, соответственно, с которым вы являетесь потребителем услуг, а мы их предоставляем. Если вас что-то не устраивает, разрывайте договор. Антимонопольный комитет Украины неоднократно требовал у городских властей прекратить нарушения. Чиновники сопротивляются. Как видно, без давления общественности дело с места не сдвинется. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания КРУ. Городская власть к выборам подсуетилась и все-таки решила привести Куликово поле в порядок, который сводится к установке новых мафов и укладыванию именной мэрской плитки Геннадия Труханова. Но стоит перейти дорогу и рядом с площадью, глазам одесситов и гостей города открывается дивная картина. Разбросанный мусор и полное отсутствие пешеходных дорожек. На Куликовом поле в районе трамвайных путей кипит работа. Здесь продолжают укладывать именную мэрскую плитку. На кучке песка, напоминающей могильный холмик, установлен переносной памятный знак в честь производимых здесь строительных работ и того, что здесь якобы будет установлен остановочный комплекс. Понятное дело, что никакой остановки здесь не планируется, поскольку места хватает исключительно на укладку трамвайных рельсов. Напротив пейзаж, который напоминает скорее кадры фильма на военную тему. Воронки, колдобины, рытвины, бураки. Пройти здесь может разве что танк. Это можно назвать тротуаром? Ну, конечно, естественно, нет. А что это? Ну, я думаю, это после учения танковых войск. Я думаю, так. Это ужасно. Как бы вы назвали то, что у нас называется? Беспредел. Вот про них можно сказать, что они тротуары? Нет. А что это? Это вообще кошмар. Это не тротуар, это издевательство над пешеходами. Это издевательство, так называемый тротуар, тянется от улицы Гимназической вплоть до улицы лейтенанта Шмидта. Напротив – вокзал. Стоит только представить, какими эпитетами награждают одесские дороги и сам город. Приезжие гости вынуждены героически преодолевать пространство, держась обеими руками за чемоданы и сумки на колесиках. Ужасно, если честно. Удобненно? Да, ну, понятное дело, если бы уже построил. И вот что обидно, но совсем рядом, как в насмешку, укладывается новая плитка. Для трамвайного удобства. А там, где ходить не трамваю, а людям, о дороге никто не думает. О, это отдельный разговор. Это вообще назвать нельзя, понимаете? Вот, трамвайные линии будут ходить по плитке, а люди, вот надо было пару минут, вот когда идут с поезда, с этими тележками, с чемоданами, это надо видеть, как ломаются чемоданы, потому что это не дорога. Любопытно, что единственный ровный участок пешеходной зоны занимает будка. Света нет? Вечером здесь пройти невозможно. О, я в соседнем дворе. Смотрите, вот эта будка, она стоит на асфальте, хотя на дороге пройти нет. Вот они делают. Но даже если вам удастся не споткнуться на этом участке, чуть дальше, как раз там, где находится остановка общественного транспорта, кажется, сделано все возможное, чтобы человек не смог нормально добраться до нужного маршрута. Кроме колдобин и взрытых кусков асфальта, путь к остановке оснащен торчащими прямо из земли и плохо различимыми металлическими штырями. Что будешь так сказать, наверняка. Ну это разве возможно? Это невозможно. И ноги ломаешь, и каблуки ломаются, и все. Это можно называть тротуаром? Да нет, о чем вы говорите? Это полный аут. Ну куда это годится? Никто об этом не заботится, не думает. О народе вообще никто не заботится. Народ брошен, как айсберг в океане болтается народ. Дороги ужасные. Ну а что, Гурвиц что-то делал. После него ничего не делали. Ну так, каждый ворует по-своему. А что, что-то поменяется. Ну вы это мохайте, ахайте. Что поменяется? Ничего. Как было, так и будет. Они там, наверху. Деребанят деньги и все. Власть думает, ну вернее создает видимость, что они занимаются такими глобальными вопросами, что им до этого нет времени, к сожалению. Так что падая и заваливаясь на раздолбанной дороге, многие с теплотой, тихим словом, поминают такого заботливого, в кавычках, мэра вместе с его командой, которые усиленно создают видимость ремонта дорог и тротуаров, видимо, окончательно принимая нас за слепых дураков. Алена Фомич, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Городская власть и милиция покрывают незаконную торговлю. Одесситы пытаются протестовать, но победить чиновников пока не удается. Даже накануне выборов команда Геннадия Труханова игнорирует требования горожан. Дом номер 299 по Николаевской дороге стоит напротив центрального входа на пляж Лузановки. Если в самом доме цивилизованный универсам, то во дворе торговая стихия. Поначалу этот участок был при домовой территории и должен быть сейчас. При соучастии местных чиновников и милиции его превратили в доходное место. Четыре года назад Шакала Януковича, используя власть и служебное положение, отобрали у наших жильцов придомовую территорию, у детей площадку и у стариков, зону отдыха. Так вот жильцы собираемся, телевидением, по чуть-чуть убираем. Там убрали разливайку, там закрыли будку, убрали будку. Проходит 2-3 месяца, опять перекрашиваются эти будки, другие названия, открываются по-новому. Там уже год была закрыта, мы ее закрыли, будка называется «Белорусские товары». По заявлению жильцов, областная прокуратура расследует деятельность, а точнее бездеятельность милиции и прокуратуры района. Толку от этого пока нет. Дело тянется уже года два. Торговая чиновничья мафия сидит в Одессе очень прочно. Базары под самым носом, понимаете? И мы не выйти, не зайти. Двора у нас нету, потому что дети не могут пойти погулять по двору. Там уже открыли игровой автомат. Автоматы запрещены у нас? Сынок, запрещены? Запрещены. Почему они открыли его? Были там белорусские колбасы. Они такие белорусские, как я белорусская. Понимаете? Вот поэтому мы пошли участковому, написали заявление, подписались люди, 10 человек. И что? Я ему сегодня пришел, и я говорю, а я не видел. Тут постоянно наливайки эти, куда они годятся. Постоянно. Вот эти люди с утра пораньше орут тут постоянно. Я иду пять часов на работу, и боюсь, я дрожу. Потому что непонятно, кто тут собирается. Узнав о возможном приезде телевидения, хозяева белорусских продуктов закрыли дверь и сбежали. При желании милиция могла бы найти их без труда, а заодно заняться и другими торговцами. В первую очередь тем, кто в нашем присутствии угрожал местному активисту физической расправой. Если суворовский райотдел не возьмется за дело вовремя, потом, возможно, придется расследовать еще и убийство. Да и вообще, милицейскому управлению внутренней безопасности хорошо бы поинтересоваться, чем занимаются стражи порядка в Лузановке. А возможные связи городских властей с левым бизнесом – дело нового руководства областной прокуратуры. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Есть в нашем городе улица Республиканская. Расположена она в Малиновском районе, аккурат между улицами Малиновского и Тимошенко. От других улиц это отличает то, что живущие здесь люди знают, что такое настоящее бездорожье. Интересно, но почему-то улицы на окраинах города часто носят выдающиеся названия. Взять, например, улицу Республиканскую. Расположена она в Малиновском районе между улицами Малиновского и Тимошенко. Впрочем, в Дубльгизе она же называется уже не республиканская, а демократическая. Впрочем, на самом деле от перемены названий суть несчастной улицы ничуть не меняется. Назови ее хоть императорской. Дороги здесь все равно нет. Просто катастрофа, а не дороги. Особенно вот республиканская, демократическая. Там вообще дороги невозможно. Зимой пройти, вот водой заливает все, по краешку идем, чтобы не упасть. Как в болото, дождь первый, все отопиться можно. Дети маленькие не проехать, не пройти. И все обещают, и никто ничего не делает. Хотя бы эту часть как-то ли выровнять, или как-то что-то насыпать, даже какого-то строительного этого мусора уже. Дело в том, что на Республиканской расположен так называемый частный сектор. Но по непонятной причине городские власти решили, что это уже не город. И живут здесь не такие же одесситы, как на всех остальных улицах. Вот, скажем, когда местные жители проводили в своей жилищей коммуникации, им в мэрии заявили, что ничего такого делать нельзя, потому что для этого придется снять асфальт. Как же удивились люди, ведь никакого асфальта у нас нету. Ничего не знаем, не поверили в мэрии. Может, у вас нету, а у нас по документам есть. И здесь, оказывается, лежит давно асфальт, а мы просто об этом не знаем. Потому как бы мы на город не надеемся. Нет, конечно, местные жители пробовали обратиться за помощью Геннадию Труханову, но тут поднялась стоимость проезда в транспорте, и бабушки поняли, что им Геннадий Леонидович не по карману. Я как-то звонила Геннадию Леонидовичу, хотела записаться на прием, но на прием туда. Это 10 рублей на прием записаться, и потом 10 рублей еще поехать на прием. У нас нет таких денег, мы пешком ходим. Геннадий Леонидович тоже обучал. Это Чикита? Нет, другой Геннадий Леонидович. Геннадий Леонидович лысый? Не знаю, к нему я не обращалась. Хотела пойти, но не получилось. Уже надежды нет, уже верили, что действительно что-то сделается. Да, 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 сделаем, посмотрим, примем к сведению, и вы видите результат. Вот так отдельно взятая улица превращается в отдельную вотчину, где польза от городских властей не на грош. О местных жителях, впрочем, скоро вспомнят, но только для того, чтобы разнести приглашение на очередные выборы мэра. Алена Фомич, Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». В Одессе открылся новый детский сад. Его передала в собственность городской громады компания «Интострой» в рамках проекта по сооружению микрорайона «Острова» на поселке Котовского. Этот район поселка Котовского в народе называют полем чудес. И появление тут, на краю города, нового детского сада действительно чудо. Еще сравнительно недавно по всей округе рос бурьян, а детей водили в садики за 3-9 земель. Мы компания «Интострой», которая сегодня строим в европейском уже уровне. И строим микрорайоны, в котором наши детки, да, их родители могут сегодня пойти в детский садик, пойти в спорткомплекс, поиграть на детской площадке. Также у нас футбольные поля на площадке, поэтому мы сегодня строим в европейском уровне. Девизом нашей компании является слоган «Мы строим будущее». Для нас это не пустые слова, для нас это фраза, наполненная смыслом. В разработке проектов и реализации этих проектов мы всегда руководствуемся отношением к нашему городу, к любимому городу. Мы хотим сделать максимально комфортную жизнь в нашем микрорайоне, поэтому рождаются такие проекты, как детский сад, как микрорайон «Острова». Дошкольное учреждение номер 43 на улице Марсельской отвечает всем современным требованиям к таким объектам и рассчитано на 110 мест. Это десятая часть от потребности города. Садик обеспечит работой 50 человек. Пустующих мест здесь не будет. Открытие садика ждали и в жилищном комплексе «Острова», и в других домах. Как бы социологи не жаловались на демографический спад, а детских садов всегда мало. Инициатива компании «Интострой» весьма своевременна. Обычно застройщики ограничиваются сооружением подземных паркингов и магазинов. Обеспечить новый микрорайон дошкольным учреждениям не додумался еще никто. Садик на Марсельской – первый и очень удачный пример. Очень красиво, мы очень довольны, потому что мы долго ждали самовырождение, стояли в очереди. Вот мои дочки три с половиной годика, и мы только сейчас получили путевку в этот садик. Это, конечно, решит многие проблемы родителей, потому что Суворовский район самый заселенный, и много деток маленьких. Поэтому мы очень довольны, что открылся этот садик, и много деток сюда пойдут. Очень все понравилось, конечно, очень все красиво. Вообще в жизни хорошо, когда что-то создается, когда воспроизводится. Это очень приятно, хорошо, и я думаю, что даст Бог, что будет нормально. Главное всем на мирное небо, и чтобы мы сюда ходили, занимались, слушали, получали какой-то объем знаний. Садиков в нашем районе, как видите, здесь нет. Все садики как бы по другой стороне, ближе к Добровольскому или между Днепром и Добровольским. Здесь возле нас много жилых домов, много детей, а садика не было, это первый садик. Садик является логическим дополнением первого в Одессе комплекса социального жилья «Острова». Кроме строительства многоквартирных домов, компания «Интострой» оборудовала бесплатный мини-стадион и детскую площадку. На подходе открытие фитнес-клуба. Молодым семьям предоставляют рассрочку на приобретение квартир. Сейчас же мы строим спорткомплекс, дальше в развитии у нас будут здесь и торговые центры, и офисные центры для того, чтобы создать здесь уют для жителей этого комплекса. Компания «Интострой» готова продолжать осуществление социальных проектов как на условиях благотворительности, так и в рамках инвестиционных обязательств. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. Нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова